Центр избирком России запустил информационно-справочный центр, где в частности по телефону граждане могут получить информацию о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, запросить контакты избирательных комиссий, получить данные о проходящих избирательных кампаниях и порядке обращения в ЦИК. Напомню, голосование пройдет 22 апреля, а пока на местах продолжается обсуждение поправок в главный закон страны. Поправки в Конституцию Российской Федерации приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и проходят согласование в регионах. Накануне внесенные в Конституцию изменения поддержали и парламентарии Ненецкого округа. По словам экс-депутата Собрания депутатов региона Игоря Соколова, одним из ключевых положений обновленной Конституции станет то, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Семья и дети – это будущее нашей страны. В этих поправках, на мой взгляд, основное, что приоритетом признается политика в этой области, политика в области демографии. Также закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц и предусматривает не более двух президентских сроков. Однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Важной конституционной гарантией становятся так называемые социальные гарантии. Одной из наиболее актуальных поправок, по мнению полномочного по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидовой, является поправка в отношении установления единства публичной власти. Для отдаленных регионов эта поправка имеет значение, потому что кадровый потенциал в регионах, он на сегодняшний момент во многом исчерпан. И нам нужно готовить достойную смену для глав муниципалитетов и при этом понимать, что верховенство власти, как региональной, так и муниципальной, без механического слияния должно быть. Кроме того, по поручению полномочного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в регионе проводится подготовительная работа по выступлению региональных омбудсменов в качестве экспертов во время проведения общероссийского голосования 22 апреля. В Ненецком округе будет создан штаб с участием председателей и членов региональной общественной палаты, которые будут наблюдать за ходом голосования. Также будет открыта горячая линия. А пока получить всю интересующую справочную информацию о предстоящем голосовании можно по номеру информационно-справочного центра 8 800 200 00 20.